В рамках передачи «Культурная эволюция» предлагаем вашему вниманию запись лекции концерта «Микаэл Теревердиев. Снег над Ленинградом», предоставленную Культурно-просветительским центром «Дубрава» имени протеерея Александра Меня. В феврале 1982 года на советские экраны вышел новый фильм Ильдара Рязанова «Вокзал для двоих». Сюжет был необычным. Пианист Платон Рябинин едет на поезде Москва-Душанбе в город Грибоедов и, по недоразумению, остается на промежуточной станции без денег и паспорта. Начавшаяся с мимолетной ссоры случайное знакомство с официанткой из привокзального ресторана «Верой и Нефедовой» перерастает сначала в симпатию, а затем в любовь двух прекрасных и близких по душевному складу людей. Оба быстро понимают, что могут быть счастливы вместе, но Платон рассказывает Вере о том, что он женат и что скоро его посадят в тюрьму. Его жена, красавица, ведущая прогноза погоды на телевидении, обожала водить машину и лихо с ней управлялась. Было поздно и темно, когда они возвращались в Москву из Шереметьево, и дорогу стал перебегать какой-то человек. Жена не успела затормозить. Выдержать ее слезы было выше его сил. Она плакала, причитала. Я погибла. Меня никогда больше не пригласят на телевидение. И он сказал милиционерам, что сам сидел за рулем. А жена промолчала и успокоилась. — Значит, теперь вы безвинно пойдете под суд? — спрашивает Платон и Вера. — Не я первый, не я последний, — смиренно отвечает он. — Значит, пострадаете за добро? — А за добро только и страдают. — И наград не дают, — добавляет Вера. — Добро надо творить за даром, — продолжает Платон. — Если за добро хотят что-нибудь получить, — это уже сделка. — Вот вы и получите. — Это наверняка. А вы предпочли бы, чтобы в тюрьму посадили ее? — Этого я никому не желаю. Но, по-моему, вы ненормальный. — Может быть, — соглашается Платон. Но неизвестно, что считать нормой. — Норма — это когда справедливо, — вздыхает Вера. — Как трудно ей принять его благородство, и как невозможно за это благородство его, мягкого, доброго, еще сильнее не полюбить. Суд приговаривает Платона к заключению в исправительно-трудовой колонии, но приезжает к нему в сибирские снега не жена, быстро забывшая о муже преступнике, а Вера. Трогательная мелодрама с Людмилой Гурченко и Олегом Басилашвили в главных ролях сразу завоевала признание зрителей и получила Государственную премию СССР. Но мало кто знал, что в основу картины была положена реальная история, произошедшая с композитором Микаэлом Тривердиевым. 9 мая 1967 года компания кинематографистов отмечала День Победы в ресторане «Националь». Тривердиев пришел на праздник с Людмилой Максаковой, и коллеги не скрывали завистливых взглядов. Людмила Максакова была не только известной актрисой театра Вахтангова, русская Марлен Дитрих, так ее звали, но и невероятно красивой и свободной женщиной. Ходила легенда, что ее настоящим отцом был Сталин, дочь фараона. Людмила, в сочельник, Людмила, Людмила, в вагоне зажженная елочка пляшет, мы выйдем у взморья, оно нелюдимо, в снегу наши пляжи, в снегу наше лето. Все летаем с тобой, летаем, пристегнувшись одним ремнем, завтрак в Риге, а ужин в Таллине там вздремнем. Но на самой заброшенной трассе Снова примутся узнавать, и на их вездесущее «Здрасте!» крикнешь «Здравствуйте!» так, вашу мать! Тривердеев был буквально прикован к роковой диве, но она лишь позволяла ему рядом быть. Настоящее отношение чувствуется. И когда в ресторане к Максаковой подсел знакомый и спросил, «Ну, как там Гриша?» режиссер Григорий Чухрай, Тривердеев вспылил и выпил рюмку водки. Везти машину он не мог. За руль села Людмила. Разогналась на проспекте, и вдруг на зебру выскочил пешеход. Максакова не была виновата в его смерти. В этой ситуации ничего нельзя было сделать. Но Тривердеев, не раздумывая, пересел за руль и взял всю вину на себя. Следствие длилось два года. Самым тяжким было находиться в зале во время суда за решеткой. Но в тюрьму не посадили. Освободили по амнистии. А Максакова оставила его. В день последнего заседания умчалась куда-то с друзьями. И позднее не раз говорила журналистам, что за рулем был Тривердеев. Пьяный сбил человека, не остановился, дал газу. Нас догнала Волга. Водитель высунулся в окно и закричал. «Что же ты творишь, сволочь?» Мне было гадко за его поступок, а ему было стыдно передо мной. Микаэл получил условный срок. У него был очень известный адвокат. Но скрыть правду не удалось. Дочь Людмилы Марии Максакова призналась. За рулем была мама. Предательство любимой женщины стало для Тривердеева страшным ударом. Он долго не мог прийти в себя. Даже ноги отнимались. Но выводы сделал. Это была не любовь, а болезнь. В окзал для двоих Тривердеев тоже посмотрел в расстроенных чувствах. Ему казалось, все поняли, о чем и о ком идет речь. Рязанов не имел права рассказывать подробности его личной жизни. И он не заметил, что фильм был глубоко оптимистичным. На смену чужой и фальшивой женщине В жизнь героя Должна прийти женщина настоящая, Родная. Пусть в голове мелькает просить Не поздно выбрать новый путь. Не бойтесь все на карту бросить И прожитое зачеркнуть. В мираж и в дым, В химеры верьте. Пожидки незачем тащить, Ведь не уехать дальше смерти. Стремитесь жизнь перекроить. Печалиться не надо вовсе, Когда вам нечем карту крыть. Вы бросить жизнь на кон. Не бойтесь, не бойтесь, Не бойтесь, Не проиграв, не победить. Не бойтесь жизнь переломить. Микаэл Таривердиев Один из самых ярких И популярных композиторов ХХ века. Его творческое наследие Огромно И до сих пор полностью не изучено. Четыре балета, Пять опер, Камерные вокальные циклы, Симфония, Концерты для органа, Для скрипки с оркестром, Для альта. Но наибольшую известность Таривердиеву Принесла музыка к кинофильмам «Семнадцать мгновений весны» И «Ирония судьбы». И мы все С первых тактов Узнаем его нежные И грустные мелодии, Искрящиеся Божественным светом. Он был нотой, Изящной нотой В наши бетонные дни, Изысканнейшим Илитарным композитором, Который первым Обратился к серьезным текстам. Он был красив, Высокий, сухой, Как длинные фигуры Джекометти, Сделанные из меди. В нем было рыцарство, Которое и честь, И старомодность. Ничего, что идет Под словом попса, Из-под его пера Не выходило. Это отзыв Андрея Вознесенского, Серебрянейший композитор, Брат мой. Он родился в Тбилиси, В армянской семье, И вырос на песнях О нежности и любви, Знаменитое грузинское Музицирование. Может быть, Сама земля эта Столь удивительно, Красива и щедра, Что не петь невозможно. У соседей был рояль. Маленький Мика Стал к ним наведываться И бренчать. И в какой-то момент Сосед не выдержал. Пусть папа копит тебе пианино. И папа, Директор Госбанка Грузии, Купил. Играть гаммы, Упражнения И сочинения, Вроде похороны куклы, Микки быстро наскучил. Ну какая кукла? Куклы мальчикам неинтересны. И он принялся сочинять. В музыкальной школе Появилась страсть к чтению. Мика ставил на пюпитр Книжку И что-то импровизировал. Приходя с работы, Мама спрашивала домработницу. Играл? Играл. Результатом стала Высокая техника. Воспитание было строгим. Мама, Сато Григорьевна, Была из обеспеченной семьи, Но оставила все ради революции И отправилась помогать простым людям. Стыдно жить хорошо, Когда другим плохо. Однажды Мика с приятелем Поймали жука, Нашли спички И стали его поджигать, Чтобы он трещал. Мама это увидела. Она не стала кричать. Побелев от негодования, Взяла палец сына И ткнула в огонь. Мика заорал. Жуку так же больно, Как и тебе. Всему, что было во мне хорошего, Я научился у моей матери. А все плохое — это то, Чему я у нее научиться не сумел. Понятия о чести и достоинстве Были заложены с детства. Кура, шумная, Бьющая по набережным, Ребята решили искупаться, Мика тоже. Плавать он не умел И начал тонуть. Друзья стали звать на помощь, И какой-то парень Прыгнул в воду И спас утопающего. Но выбраться было нельзя. Плыли вдоль берега От цирка до рынка Полтора километра. Мика все время спрашивал Своего спасителя. Вам удобно? Заткнись, не мешай! Кричал тот. Дома Мика тайно высушил одежду. Не спал, поднялась температура, Но маме ничего не сказал. В детском саду К нему подошли два мальчика. У нас две команды. Я главный в этой, А он в другой. Мы всегда между собой деремся. Ты за кого? Мике это не понравилось. Я за себя. Завязалась драка. Его побили и те, и другие. Но позиции своей он не поменял. В школе его назначили Начальником пионерского отряда. И он с удивлением почувствовал восторг Право командовать. И тут же устыдился Себя самого. Понял. Слепо повелевать Кем-то Значит, вступить в сделку С дьяволом. А сколько людей С нетерпением ждут Этой сделки? Несправедливость Мика не терпел. Когда директор школы Ударил его одноклассника И мальчик оглох, Мика выступил На комсомольском собрании И осудил директора. Директор вызвал мать. Либо вы забираете сына из школы, Либо он вылетит С волчьим билетом. Мама, конечно, забрала. О ней самой на работе Говорили с подозрением. Сато носит шелковые чулки. Неплохо бы вспомнить, Что она не из пролетарской среды. А заслуги ее Во время революции Еще требуют доказательств. Обсуждение грозило Исключением из партии. Но Сато не испугалась. Мне кается не в чем. И продолжила ходить В шелковых чулках. Последний класс Микаэл закончил В вечерней школе И поступил в Тбилисское Музыкальное училище. В 49-м году Забрали отца. О том, что вокруг происходит Что-то страшное Было понятно давно. Во дворе шептались Взяли дядю Ливона С третьего этажа И тетю Нину С четвертого. Взяли? Куда взяли? Когда они вернутся? Но никто не возвращался. Мика дружил С двумя девочками Джемма и Джесси. Их маму арестовали Как турецкую шпионку. Какая же она шпионка? У нее такие добрые глаза? Спрашивал Мика Сапожника Сурена. Но дядя Сурен Только хмурился. Замолчи. И никому об этом не говори. Иначе будет плохо. А потом застрелился Сосед-инженер Вернувшийся с собрания, Где его объявили Врагом народа. В Грузии От семей изменников Родины Не отворачивались. Общение сохранялось. Но страх Был сильнее. Четыре месяца После ареста отца Микаэл с матерью Прятались у знакомых И перебрались В Ереван. В 52-м году Он приехал в Москву Поступать В институт Имени Гнесиных. Готовился, Играл в свободной аудитории. Дверь приоткрылась И появилась чья-то голова. Не мешайте, Немедленно закройте дверь, Строго произнес Юный композитор. Экзамен был на следующий день. Оказалось, Что голова Принадлежала Ректору института. Теревердиев был в ужасе. Народу Тьма Конкурс 28 человек На 4 места Объявление результатов Два Два Три Два Неужели все? Конец мечтаниям И вдруг Теревердиев Пять с плюсом Он не мог поверить. Шел по улице, Как в тумане, Пока его Не обогнала машина, Из которой вышел Арам Хачатурян. Поздравляю, Ты въехал в институт На белом коне. От переполнявшей его радости Микаэл побежал, Остановился возле кафе, Съел Полтора килограмма мороженого И заболел ангиной. Началась полуголодная, Но веселая, Студенческая жизнь. Москва. Красная площадь, Большой театр, Зал консерватории, Парк Горького. Счастье. Только вот Папа в лагере. Теревердиев был особенный, Не такой, как все, Отдельный. Он выделялся В любой компании И притягивал к себе. Это было ясно С первого взгляда. Однажды зимой, В лютый мороз, Микаэл добирался До института В летнем пальто. И к нему подошел Незнакомый человек, Лет пятидесяти. Я хотел бы с вами поговорить. Хорошо, Но давайте зайдем В магазин, Очень холодно. В булочной Незнакомец сказал, Я хочу дать вам Тысячу рублей. Мне? Почему? Так мне хочется. Мне в юности Так же дали Тысячу рублей Незнакомые люди. Теперь я хочу Помочь вам С условием, Что вы когда-нибудь Сделаете То же самое. Тысяча рублей Огромная сумма. Тривердиев взял деньги И купил себе пальто, Костюм, Пижаму, Чемодан. А летней ночью Пятьдесят третьего Года Услышал В открытое окно Гул моторов, Переходящий В грохот По Ленинградскому Проспекту По направлению Кремлю Шли танки. Генералы Во главе С маршалом Жуковым Арестовали Сталинского Палача Берию. Началась Хрущевская Оттепель. Мир Казался Микаэлу Огромным И прекрасным. Отца Освободили. Самое Страшное Позади. А он Полон Сил И решимости Работать И служить Своей Стране. Поиск Своего Стиля Открытие Себя Главная Задача Студентов Гнесинки Так Учит Хачатурян Композитор Подобен Сосуду На дне Которого Имеется Драгоценная Жидкость Таланта Остальная Часть Сосуда Заполнена Обычной Водой. Надо Много Работать, Чтобы Эта Вода Чужие Влияния Ушла И Ваше Перо Достигло Драгоценной Жидкости Индивидуальности. Тривердиев Решает Посвятить Себя Серьезной Музыке И Не Интересуется Танцевальными Песенками. Эстрада, Где Царствует Развлечение Ради Развлечения Кажется Ему Предательством Искусства. Искусство Должно Делать Человека Лучше, Сложнее, Вести С ним Разговор О Сущностных Вещах, О Смысли Жизни. Единственный Раз, Когда Коллеги Стали Подначивать Ты Не Пишешь, Потому Что Не Можешь. Он Наспор Сочинил Песенку. Пусть Кукушка Молчит Опять, Ей Судьбы Нам Не Предсказать. Ты Не Печалься, Ты Не Прощайся, А Выходи Меня Встречать. И Она Зазвучала Из Всех Окон. Но Это Была Уступка. Для Своих Произведений Таривердиев Выбирал Высокую Поэзию. Так Появился Цикл На Стихи Маяковского. Послушайте, Время Есть Если Звезды Зажигают Значит Это Кому-нибудь Нужно Значит Кто-то Хочет Чтобы Они Были Значит Кто-то Называет Эти Плевочки Жемчужиной И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует Ему жилистую руку, просит, чтоб обязательно была звезда. Ах, клянется, не перенесет эту беззвездную муку, а после ходит тревожный, но спокойный наружно, говорит кому-то, ведь теперь тебе ничего не страшно, да? Да! Премьера вокального цикла состоялась в Большом театре, а на другой день раздался телефонный звонок. Здравствуйте! Это Лиля Брик. Неправильно, что мы незнакомы. Женщина-легенда, муза, вдохновившая Маяковского на лучшие его стихи, была по-прежнему хороша. Вокруг нее все еще чувствовалась аура той великой любви, ради которой поэт терпел любые унижения. Я люблю, люблю, несмотря ни на что, и благодаря всему, любил, люблю и буду любить. Будешь ли ты груба со мной или ласкова, моя или чужая, все равно люблю. Аминь. Не спорьте с Лилей. Лиля всегда права. Даже если она скажет, что шкаф стоит на потолке, конечно. Но ведь шкаф стоит на полу. Это с вашей точки зрения. А что бы сказал ваш сосед снизу? Лиля Брик познакомила Теревердиева с Андреем Вознесенским и Беллой Ахмадулиной. Подсказала, что он должен писать музыку на их стихи. И не ошиблась. Она умела соединять. Не случайно в ее доме познакомились Родион Щедрин и Майя Плесецкая. Теревердиев тоже захотел прийти на обед со спутницей Максаковой. Но ее не приняли. Он был задет. И перестал бывать у Лили Брик. Быть может, напрасно. Лиля Брик разбиралась в людях. В этот период Теревердиев был всецело захвачен работой в кино. Режиссер Михаил Калек стал его другом. Они вместе сделали фильмы «Юность наших отцов», «Человек идет за солнцем», «До свидания, мальчики». А потом их пригласили в Париж на фестиваль. Билеты выдали всем в делегации, кроме Калика. При Сталине Калек сидел в лагерях. «Инстанции против. В Париж поедет только Теревердиев», твердо сказал глава Союза кинематографистов. «Я один не поеду», не менее твердо ответил композитор. «Вы не представляете, чем обернется для вас этот отказ». Калек уговаривал его поехать, но он не мог, не поехал. И на десять лет стал невыездным. «Если бы Теревердиев жил во времена мушкетеров, то непременно бы дрался на дуэлях. Когда вопрос стоит о чести, дилеммы драться или нет быть не может». Но в двадцатом веке дуэли были другими. В шестьдесят восьмом году Теревердиев и Калек приступили к съемкам фильма «Любить». Это был прекрасный и необыкновенно трогательный фильм. Четыре новеллы, а между ними кадры документальной хроники. Шумная московская улица и прохожие, смущаясь камеры, отвечают на вопрос «Что такое любовь?». Вот пожилой мужчина с улыбкой говорит «Любовь?» «Трудно сказать. Приятное занятие». Солдат-новобранец докладывает «Что я могу сказать о любви?». «Пока меня этот вопрос не интересует, я служу в Советской армии». Молодая женщина размышляет «Это хорошо любить. Я всегда готова любить. Но сейчас у меня много работы. Это единственное, что удерживает меня от любви. Еще у меня есть муж. Вот. А так бы я еще любила. Почти партийную формулировку выдает молодой человек. Любовь – это прекрасное чувство, достойное советского человека. А простой рабочий сокрушается. Познакомился я с одной девочкой. Первый день провел с ней очень хорошо. Влюбился, откровенно говорю. А потом, потом у меня от нее остались одни впечатления. У нее, оказывается, были три-четыре парня. Лучший ответ дает мужчина. «Мне кажется, я опоздал думать про любовь. Я уже ношу ее на руках». Я уже ношу ее на руках и показывает на своего маленького сына. Но самым удивительным было интервью, взятое для фильма у подмосковного священника отца Александра Меня, рассуждавшего в кадре о метафизической тайне любви. В момент влюбленности человек переживает Бога, встречается с Богом, даже не верующий, всегда. Тайна брака в единстве двух. Библия говорит, оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей. Да будут двое, плоть едина. Это не просто сожительство двух людей, и не просто добрые отношения, и не просто половые отношения, а это какое-то совершенно неповторимое, уникальное, взаимное проникновение двух существ, когда, метафорически говоря, одного бьют, другому больно. Апостол Павел говорит, что муж должен относиться к своей жене как к части своего тела, и, если нужно, даже умереть за нее. Перевердиев написал для фильма чудесную музыку. Но фильм запретили. Что это такое? У вас священник получился самый умный. Пригласить Александра Меня было больше, чем смелостью. Религия в СССР была под запретом. Михаил Калик был вынужден эмигрировать. Еще вчера Теревердиев думал, что будущее принадлежит им, детям двадцатого съезда. А теперь он понял, что разбираться с нелинейными поэтами и художниками будут серьезно. И никакой власти им без боя не отдадут. В Союзе композиторов состояли четыре тысячи человек. Самые ретивые, умеющие работать локтями, выдвиженцы партии и профсоюза. Многие не имели таланта, но делали карьеру и диктовали другим, как нужно и что нужно делать. Кто им не угоден, заказ на музыку не получит. Теревердиев членом партии не был. Кантаты или оратории о Ленине не сочинил. И попал в газету «Советское искусство». Представьте себе, композитор садится и думает, о чем бы ему написать. И вы думаете, он пишет о наших героических ребятах, которые в войну спасали страну? Может быть, он пишет о наших замечательных людях, которые работают на заводах? На тракторах убирают поля, давая стране хлеб, о комсомольцах? Нет. Он пишет цикл сочинений на стихи, кого бы вы думали, средневековых японских поэтов. На одном из концертов Теревердиева спросили, «Какие из ваших произведений можно отнести к антифашистским?» Он ответил, «Все мои произведения относятся к антифашистским». Его не преследовали. А просто не замечали, не приглашали на официальные церемонии. А он жил как свободный художник и зарабатывал немного, но делал то, что хотел. Микаэл спасало кино. И Александра Пахмутова могла с белой завистью сказать ему, «Микаэл, какой ты счастливый. Ты можешь писать только о любви». Любовь действительно была главной темой его жизни. Романтик. Смесь Дон Жуана с Дон Кихотом. Так шутили друзья. Он продолжал искать свою единственную. Влюблялся, ухаживал, надеялся на взаимность и гармонию. И каждый раз разбивался, как чайка о скалы. Переживал, Взмыкался в себе, Уверял, что теперь будет осмотрительнее. Но снова бросался в полет. Его женой стала солистка филармонии, певица Елена Андреева. Сначала была дружба. Она рыдала у него на плече, рассказывая о неудачных отношениях с другим. А он сказал, «Мне надоело слышать об этом человеке. Запомни, с этого дня у тебя есть я». А его нет. Вскоре родился Карен. Они переехали в отдельную квартиру. Увы, союз с Еленой не выдержал испытания временем. Тривердиев ушел из семьи с одним чемоданом. Но об обязанностях отца не забывал никогда. По воскресеньям брал мальчика с собой в сандуны. В бане был бассейн, в который ныряли, выходя из парной. Карен тоже захотел прыгнуть и тайком от отца забрался на постамент. Ему было восемь лет, и он испугался. Столпившиеся вокруг заголосили, «Пацан, прыгай или слезай!» Отец обернулся, увидел и крикнул, «Прыгай!» Мальчик растерялся. «Слезай, если боишься!» Снова крикнул отец. И в этот момент Карен заметил в его глазах сожаление. Прыгнул и распорол себе ногу о кафельную вазу до самой кости. Бинтов не нашлось. Рану перевязывали майками. Отец так испугался, что пролил флакон йода. Прыжок стоил Карену двух месяцев пребывания в больнице. Но с того момента отец разговаривал с ним как со взрослым. Только дураки ничего не боятся. А храбрый человек — это тот, кто способен пересилить страх. Карен вырос, окончил военное училище, стал офицером спецназа. Воевал в Афганистане, был награжден орденом Красного Знамени. Когда его ранили, отец пытался отговорить его от возвращения. Но Карен сказал, что не может не вернуться. Там мои солдаты. Я отвечаю за них. Так получилось, что они не могли проводить вместе много времени. Но Карен говорил, что в этом и нет необходимости. Мы живем порознь, но мы одно целое. 11 августа 73-го года по первому каналу Центрального телевидения начался показ первого советского сериала. Фильм настолько захватил зрителей, что во время его трансляции улицы становились пустыми. 17 мгновений весны. Незадолго до капитуляции Германии во Второй мировой войне штандартер-фюрер Штирлиц, советский разведчик Максим Исаев получает от центра задание сорвать сепаратные переговоры между Рейхом и западными союзниками. Когда режиссер фильма Татьяна Лиознова предложил Этеревердиеву написать музыку, он подумал, что речь идет об очередном шпионском фильме, но, прочитав сценарий, понял, что рождается шедевр и с головой окунулся в работу. Что испытывает человек, который заброшен в Германию, в самое логово зверя и каждый день рискует жизнью, выполняя долг перед Родиной? Что он чувствует? Тоску по дому, по людям? Романтично, но что-то не то. Может быть, тоска по небу, по своему небу, ведь небо на самом деле везде разное, разные цвета, разные эмоции. И Этеревердиев написал мелодию, в которой сердце разрывало тоска по далекой родине. Берег мой, покажись вдали, краешка тонкой линии, «Ах, до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя бы когда-нибудь». Лезного услышала музыку и заплакала. Это было решение всей картины. Самой сложной была сцена встречи Штирлица с женой в кафе «Элефант». Такие встречи бесконтактные устраивались во избежание психологических срывов. В магазине или кафе в конкретный час они видят друг друга, но не разговаривают. Малейшая реакция угроза провала. Сцена шла восемь минут. Восемь минут и ни одного слова. Только взгляды актеров, их лица и мелодия Таривердиева это был гимн настоящей любви. «Элефанты» 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 и не без удовольствия показал милиционеру документ «Без права остановки Андропов». Но государственную премию не дали. Дали орден через девять лет, когда генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев снова посмотрел 17 мгновений весны у себя на даче. Коллеги победу Таривердиева перенесли плохо. И в Союз Композиторов была отправлена телеграмма «Поздравляю с успехом моей музыки в советском фильме Фрэнсис Лей». Француз Лей, конечно, к телеграмме отношения никакого не имел. И плагиатов в песне о далекой родине не было. Но разразился грандиозный скандал. Таривердиева спрашивали даже на концертах, правда ли, что он вор? Его музыку перестали исполнять. Тяжелый стресс закончился только тогда, когда Таривердиеву с большими трудностями удалось связаться с самим Фрэнсисом Леем. Но последствия остались. Первый инфаркт. Теперь он узнал, какова цена популярности. Но жизнь продолжалась. Таривердиев шел в столовую киностудии и столкнулся с режиссером Эльдаром Рязановым, который напевал себе под нос «На тихорецкую состав отправиться, вагончик тронется, перрон останется». Рязанов объяснил «Это народная песенка, хочу ее в свою новую картину включить». Таривердиев удивился. «Это не народная песня, это моя песня». Так началась работа над фильмом «Ирония судьбы или с легким паром». Новогодняя лирическая комедия Женя Лукашин скромный обаятельный врач все никак не может найти свою вторую половинку и кажется уже готов связать судьбу с энергичной предприимчивой Галей. Но 31 декабря он каждый год ходит с друзьями в баню, где они отмечают наступающий праздник и пьяного Женю по ошибке сажают на самолет в Ленинград. А в Ленинграде тоже есть третья улица строителей, на которой Женя живет в Москве. И прямо под Новый год Женя оказывается в доме милой учительницы русского языка Надя Шевелевой. В выяснение отношений приходит сознание чуда. Они созданы друг для друга. Женя не хочет уезжать. И Надя говорит «Ну что вы делаете? Ухожу. Вы же ищите предлог, чтобы остаться. ищу, не нахожу. А я не могу найти предлог, чтобы вас задержать. Что делать? Но и Надя не свободна. У нее есть жених Ипполит, на которого она тоже от безысходности согласилась. Ирония судьбы была не просто комедией. Это был фильм о любви. И тот, кто смотрит его и сегодня слышит призыв. Как часто мы соглашаемся на компромиссы. Никого нет, пусть будет хоть кто-то. Но это ошибка. Не стерпится, не слюбится, если этот кто-то чужой. Надо дальше искать своего. В иронии судьбы звучала волшебная композиция Теревердиева «Снег над Ленинградом» и песни на стихи Бориса Пастернака, Марины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной снова успех. Фильм получил государственную премию СССР. Но союз композиторов выразил протест против награждения Теревердиева. Теревердиев недостоин. Эльдар Рязанов пришел в ярость. Либо мы выдвигаемся вместе с Теревердиевым, либо эта премия нам не нужна. И Теревердиев был награжден. Никто на протяжении всей его жизни не дрался за него так, как Рязанов. Спустя несколько месяцев после премьеры Теревердиев должен был записывать на телевидении роман с Цветаевой с Аллой Пугачевой. Он выбрал именно эту певицу для исполнения песен, веря в то, что она справится. Фонограмму для фильма писали мучительно, трудно. Теревердиев добивался идеального варианта, а тут вдруг услышал, что Пугачева стала петь по-другому. Алла, ты поешь жестко, поешь, как будто тебе и правда нравится, что вы больны не мной. А у Цветаевой другой смысл. Она ждет любви, она хочет, чтобы ею были больны, и возникает глубина. Но Пугачева не слушала, а через год на фестивале сказала ему «Микайл Леонович, мне нравится, что вы больны не мной». Повернулась и ушла. Пугачева выбрала свой путь. Может быть, потому, что на ту Цветаевскую нежность второй раз была неспособна. Атаревердеев, как и прежде, не собирался работать в жанре популярной музыки. когда Татьяна Леознова попросила его написать песню для фильма «Карнавал» с Ириной Муравьевой, честно сказал «Это не мое». Леознова обратилась к Максиму Дунаевскому, и Дунаевский написал прекрасную песню, которую запомнили все «Позвони мне, позвони, позвони мне, ради Бога». В конце семидесятых новый председатель Союза Композиторов Родион Щедрин пригласил Теревердеева стать секретарем Союза. Нам нужны чистые люди с незамаранными руками. Теревердеев согласился и тут же принялся помогать людям. Кому квартиру, кому телефон. Стыдно жить хорошо, когда другим плохо. Но даже на высокой должности остался белой вороной. Дали премию Валерию Гаврилину. Теревердеев предложил отправить ему поздравления. Коллеги не пожелали. И Теревердеев написал от себя. Гаврилин откликнулся. Вы очень добрый человек. И удивительно, что сохранили свою сердечность, будучи музыкантом. Это почти невероятно. Правда, вы, музыкант, необыкновенный и пишете по зову сердца. В моей музыке много такого, что сформировалось под прямым воздействием идей вашего изумительного творчества. Это было не преувеличение. Так чувствовали многие. Актрису Алису Фрейндлих спросили, кто ваши любимые композиторы? Она ответила «Бах!» и Таревердиев. Он поехал на гастроли с Леонидом Афанасьевым, фронтовиком, автором песни «Гляжу в озера синие», которого не запоминали, не звали, и Афанасьев пил. Концерт был в оперном театре. Афанасьев вышел на сцену в первом отделении, рассказал о себе и объявил «А сейчас певица Нина Иванова споет вам песню «Гляжу в озера синие». Номер заканчивается, аплодисменты. Афанасьев берет микрофон, рассказывает о себе и говорит «А сейчас певица Нина Иванова споет вам песню «Гляжу в озера синие». «Пела, уже пела», кричат ему, но автор требует «Нина Иванова на сцену!» Тривердиев просит певицу «Выходи и пой, как ни в чем не бывало». Аплодисменты. Афанасьев снова берет микрофон, рассказывает о себе и произносит заветное «А сейчас певица Нина Иванова споет вам песню «Гляжу в озера синие». «Не пойду!» возмущается Нина Иванова и уходит. Афанасьев садится за рояль. «Что? Не хочет петь? Тогда я сам спою «Гляжу в озера синие». Смех сквозь слезы это была непростая судьба. В союзе композиторов Теревердиев всегда пытался восстановить справедливость. И Родион Щедрин удивлялся, почему его все так любят. Фильм Рязанова «Бокзал для двоих» оказался пророческим. Всего через год после премьеры Теревердиев встретил свою Веру. Веру Колосову на фестивале «Московская осень». Она работала музыкальным обозревателем в газете «Советская культура» и попросила его написать заметку. Потом была встреча в Вильнюсе, где Теревердиева посетила странное ощущение, будто он давно знаком с Верой. Они стали видеться и постепенно сближались, как лис и маленький принц в сказке Экзюпери. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня. «А что для этого надо делать?» спросил маленький принц. «Надо запастись терпением», ответил лис. «Сперва сядь вон там, подаль, на траву. Вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга, лис. с каждым днем садись немного ближе. На завтра маленький принц вновь пришел на то же место. «Лучше приходи всегда в один и тот же час», попросил лис. «Вот, если ты будешь приходить в четыре часа, я уже с трех часов почувствую себя счастливым. и чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В четыре часа я уже начну волноваться, я узнаю цену счастью. А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить сердце». Они были похожи, совпадали привычки, взгляды, реакции. Тривердиев забыл о всех женщинах, которые были с ним в прошлом, двоюродные жены. Впервые с Верой он был не одинок, несмотря на большую разницу в возрасте. Вера была для него идеальной женой. Она испытывала счастье, наблюдая за ним пишущим музыку. Музыка спускалась откуда-то с неба. Он просто слышал ее и фиксировал в нотах. Не похожий ни на кого, ранимый и тонкий, Тривердиев нуждался в свободном пространстве. Ты хочешь, чтобы я был, как ель, зеленый, всегда зеленый и зимой, и осенью? Ты хочешь, чтобы я был гибкий, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться? Но я другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, рыжая или белая палуба. Но я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу. Я не хочу, чтобы меня красили, сушили, белили. Нет, я этого не хочу. Я хочу тянуться в небо. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, я этого не говорю. Просто я другое дерево. Вера понимала эту тягу к внутренней свободе и не покушалась на нее. Он много страдал, но страдание сделало его душу сияющей. Вере нравилось быть его женщиной, готовить, ухаживать за ним. Женщина, если она любит, получает от этого удовольствие. Если не любит, быт ее раздражает. это закон. И он так же нежно ухаживал за ней. Когда на море она отправлялась плавать, смотрел за ней в подзорную трубу, чтобы, если что, сразу прийти ей на помощь. ухаживайся, я жил без тебя, не представляю. И у меня такое ощущение, что мне по-прежнему 30 лет. Почему? 26 апреля 1986 года произошла Чернобыльская катастрофа. Взорвался энергоблок атомной электростанции. Реактор горел 10 дней. Тысячи человек были эвакуированы из зоны радиоактивного заражения, которое в 400 раз превосходило бомбу Хиросимы. Тысячи погибнут. Ликвидировали катастрофу обреченные на смерть герои. спасавшие мир. Газета «Советская культура» организовала поездку в Чернобыль артистов поддержать людей. Поехали Николай Крючков, Элина Быстрицкая и Теревердиев с Верой. Они не могли отказаться. Ранняя осень, деревья в золотых уборах, дома с раскрытыми окнами, ветер треплет занавеску, детские игрушки в полисадниках и ненормальная страшная тишина. Птицы молчат. Мертвый город. Саркофаг над станцией еще не был построен. Трагедия Чернобыля стала трагедией Теревердиева. Он разговаривал с людьми, выяснял, кто жив, а кто уже нет. и выразил все свои чувства в симфонии Чернобыль. Человечество переступило какой-то важный порог и непременно должно задать себе вопрос, куда мы идем? 20 век, страшный век, Первая мировая война, Вторая, средство массового уничтожения, атомная бомба, век больших перемен не лучших. Стала меняться мораль, человечество стало уходить от Бога. Проблема терроризма такого еще не было в истории. Да, были убийства, убийства царей, заговоры, но вот так прийти, принести бомбу, подложить ее в магазин, в метро, взорвать, чтобы погибли невинные люди, а потом позвонить по телефону и взять ответственность на себя. Это новое. Результат развития технической цивилизации не согласен. Порох и динамит были изобретены раньше, просто в голову никому не приходило. это не могло не отразиться на музыке. Разрушение, которое происходит в душах, отражается в искусстве. Появился авангард, музыка разрушения. Мне нравится музыка, которая обращена к душе, к Богу. «Я хочу добра. Я не могу, живя внутри зла, еще и в искусстве воспринимать это же зло». Чернобыльцы считали Теревердиева одним из своих. В симфонии был момент, когда души отлетают и сливаются с космосом. Он был верующим человеком, говорил с Богом, мог обидеться на Него. Однажды даже крест с себя сорвал, а потом искал. Но христианского взгляда на мир держался неизменно и знал, что люди не умирают. Когда не стало его мамы, Сато Григорьевны спрашивал Веру, «Как ты думаешь, мама там молодая и красивая?» Демократические перемены в стране Теревердиев принял с радостью, но быстро понял, что путь к новой России будет сложным и долгим. От власти он ничего не ждал, просто делал свое дело. Не хватало денег, и вот испанские фирмы заказали на свадьбу принцессы музыку Теревердиева. «Десять хоралов двадцать тысяч долларов». Испанцы попросили уступить в цене, и Теревердиев махнул рукой. «Приезжайте за нотами, я дарю их вашей принцессе». В апреле девяносто шестого года Вера проснулась ночью от звуков рояля. Вышла из спальни, он играл. Спросила, что случилось. «Хочу попрощаться с инструментом». У него было больное сердце. В Англии сделали удачную операцию. Но он чувствовал небо зовет. В июле в санатории в Сочи утром вышел на балкон, закурил и сердце остановилось. Вера сказала «Улетел». они прожили вместе тринадцать лет. Музыка Таривердиева — это музыка любви и света. Он не ушел. Он по-прежнему говорит с нами. «Мы все стремимся к счастью, но часто видим его в комфорте, в спокойствии, в материальных благах. А в жизни должно повести в главном. Как больно, милая, как странно, сроднясь в земле, сплетясь ветвями. Как больно, милая, как странно, раздваиваться под пилой. Не зарастет на сердце рана, прольется чистыми слезами. Не зарастет на сердце рана, прольется пламенной смолой. Пока жива с тобой я буду, душа и кровь нераздвоимы. Пока жива с тобой я буду, любовь и смерть всегда вдвоем. Но если мне укрыться нечем от жалости неисцелимой, но если мне укрыться нечем от холода и темноты, за расставанием будет встреча. Не забывай меня, любимый, за расставанием будет встреча, вернемся оба, я и ты. Но если я безвестно кану, короткий свет луча дневного, но если я безвестно кану, за звездный пояс в млечный дым, я за тебя молиться стану, чтоб не забыл пути земного, я за тебя молиться стану, чтоб ты вернулся невредим. с любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. на миг.